Музей заповедника Горки-Ленинский Мы с вами находимся, где находится экспозиция музея Ленина. Но в процессе этой работы стали внезапно появляться смыслы, которые изначально, может быть, мы не видели и не закладывали. Стали появляться участники данного процесса, которых поначалу мы тоже не планировали привлекать. И все это позволило нам создать пусть камерный, но довольно интересный проект. Основная часть экспозиции посвящена автору проекта здания научно-культурного центра, архитектору Леониду Павлову, его поискам формы и даже цвета будущего строения. Первоначальный проект Павлова, он проектировал музей Ленина на Волхунке в 70-м году. А если дальше вы посмотрите на макет нашего здания, вы обнаружите огромное количество совпадающих деталей. Это вот такой Павлов переработал свой проект для гурок Ленинских. И, кстати, не менее интересен вот здесь рисунок. Первоначальный проект Павлова предполагал, что кубы нашего музея будут красными. То есть они будут не в белом мраморе, как сейчас, а вот предполагалось именно такое цветовое решение. В работе над экспозицией авторов ждало немало открытий. Прежде всего в том, чем вдохновлялся архитектор в работе над зданием центра. И каково было наше удивление, когда среди документов Павлова мы, во-первых, обнаружили чертежи киоска Трояна. Это храм римской эпохи на острове Филе в Египте, который рассматривал Павлов. А среди документов, которые мы изучали, мы нашли замечание одного из архитекторов, одного из создателей выставки достижений народного хозяйства, Рудольфа Кликса, который, увидев Павловский проект, сказал, господи, да это же египетский храм, только вы помещаете его среди наших снегов. Большую помощь в работе над экспозицией оказала семья архитектора Николая Сукаяна, который работал над альтернативным проектом здания. На стене вы можете видеть конкурсные проекты Николая Сукаяна. Это вообще эксклюзив. Эти проекты не публиковались. Сукаян является главным архитектором новой Третьяковки на Крымском Ваву. Вот если посмотреть на эти проекты, я думаю, что такой внимательный зритель может найти очень много совпадающих деталей. Всего же в 1968 году над проектом здания музея имени Ленина работало 12 творческих групп, но предпочтение отдали именно проекту, созданному под руководством Леонида Павлова. Академик Павлов, Леонид Павлов, ну, наверное, это последний великий архитектор Советского Союза. Именно так он назвал это здание. Он сказал, в конце жизни я создал Парфенон. Отсюда появилось и название выставки «Наш Парфенон», что является отсылкой к названию главного храма древних Афин. Есть на выставке и личные вещи Леонида Павлова. Абсолютный эксклюзив – это автограф самого Павлова, написанный фломастером и данный Исааку Бродскому. Скульптуру Исааку Бродскому Павлов пишет на одном из приглашений на художной выставке. А Исаак Бродский – это автор центральной скульптуры Ленина, который вот украшает главный цилиндр музея Ленина. Концептуально здание научно-культурного центра – это соединенные друг с другом 10 одинаковых кубов. И даже в этом был особый и довольно неожиданный смысл. Когда вот уже было построено здание и открыт музей, а это, я напомню, было в 1987 году, к следующей годовщине дня рождения Ленина в 1988 году, 21 апреля, Павлов публикует в профессиональном журнале большую статью, где раскрывает ряд, ну, скажем так, архитектурных секретов и совершенно откровенно говорит, что в основу числовых решений этого здания было заложено формула 6 на 6 на 6 сожжений, которая зашита в храмах Владимирской земли. Вот к таким тайнам теперь имеют возможность прикоснуться посетители научно-культурного центра «Музей имени Ленина». Максим Козлов, Кирилл Иванов, Гульнар Балаева. Видное ТВ. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Гульнар Балаева.